Манит.РФ представляет Привет! Сегодня мы готовим долгожданные макароны Мне очень повезло, меня будет учить готовить макароны Оля Это видеоблогер с канала Aircake Так что Оля готовит, насколько я так поняла, только о сладости Да, я готовлю десерты и разные вкусняшки Так что заходите к ней на канал и смотрите, как готовить вкуснейшие десерты Сегодня мы с Лизой приготовим очень вкусные макароны С шоколадно-апельсиновой начинкой И они будут очень интересного, яркого, летнего цвета Оранжевые? Да Прелесть Постараюсь рассказать о маленьких секретиках Потому что иногда макароны вызывают какие-то сложности И я думаю, что у Лизы все получится Потому что на самом деле их приготовить элементарно просто Мне кажется, это будет очень сложно И ни разу это не делала, честно И боялась за это взяться Поэтому вот я очень рада, что Оля пришла И будет нам с тобой показывать, как это все правильно сделать Тем более секретиками Давай скорее начнем? Давай, давай Итак, нам понадобится 100 г сахарной пудры 100 г миндальной муки 2 яичных белка 100 г сахара 60 г воды Начинка будет у нас шоколадный ганаш с апельсиновой цедрой 100 г сливок жирностью 33% 100 г темного горького шоколада 20 г сливочного масла комнатной температуры И цедра одного апельсина Сначала мы приготовим шоколадный ганаш, чтобы он успел остыть А потом? А потом сами макароны Да Нам потребуется маленький ковшик с толстым гном Так Будем там нагревать сливки У меня есть турка Да, подойдет Вливай сливки И поскольку у нас шоколад будет такой ароматный, апельсиновый Нам как раз нужна будет цедра апельсина Мы натрем стружку Так Прямо сливки Оля принесла специальную терку Для снятия стружки Давай ты сможешь Главное, руку не потереть туда А то я это тоже могу Ой, там же красиво, вон желтенький цвет пошел Предварительно мы апельсин помыли с мылом Так что все в порядке Что с этим делать? Теперь мы эту смесь нагреем Но не доводим до кипения То есть по сути мы греем, чтобы цедра отдала запах Да, все верно А если бы мы с тобой делали ванильный ганаш То же самое Мы бы стручок ванили туда бабахнули и тоже погрели Да, так же можно напитывать молоко разными вкусами, ароматами Класс А потом оттираться этими сливками, да? Кому что? Смотри, вот у нас уже пошел пар И по краям маленькие пузырьки образовываются Так Достаточно нагревать Давай их остановим И накроем какой-нибудь А чтобы они там продолжали париться Они должны минут 15-20 постоять И насытиться ароматами апельсина Блюдце мне нужно, товарищ оператор Конечно Так, все, плотно закрылось Светки пока у нас пусть постоят Мы приготовим тесто для макарон Так, руководи Нам нужно обязательно перед приготовлением просеять Сахарную пудру и миндальную муку Потому что за время того, пока они здесь находятся Они могут там скомковаться И комочков быть вообще не должно Я вспомнила, что у нас есть такой сито А то мы мучились все это время Главное не просыпать, а то ведь 1 грамм сейчас просыплю У меня как полетят тумаки Да, вот очень важно Точность измерения макарон Потому что иногда там на глаз Сыпят, но здесь так не получится Здесь все-таки нужны электронные весы Чтобы все взвесить заранее И можно даже второй раз взвесить Чтобы точно было все До 1 грамма Да, я думала, что я педант Оказывается, вообще я даже рядом стояла Здесь 200 граммов ингредиентов должно быть в итоге Теперь нужно перемешать в дровой народности Сливки у нас настоялись Теперь их нужно процедить через маленькое сито Чтобы цедра осталась в сети А сливки у нас были без нее Теперь переливаю обратно сливки в ковшик Их также нужно нагреть, но не доводить до кипения Ну вот смотри, они уже почти кипят Такой дымок характерный идет На всех случаях чуть-чуть убавлю Можно уже выключать А, даже так? Ну да, там такая вот юбочка опять образовывается Из маленьких пузырьков Это значит, что они уже настигли Такой практически максимальной температуры И давай добавим теперь сюда Поломанный темный шоколад Я сплиты не снимаю Но добавлять будем постепенно Сплиты не снимать? Нет, можно просто ее выключить Я выключу, да Так, 4 сразу кину Ну, как тебе нравится, так и добавляю Я так чувствую, что нет, не 4 Кинула 2, хорошо И попей Перемешивать венчиком будем Не поднимая венчик, чтобы не насытить кислородом, воздухом Смесь Можешь сейчас сразу уже добавлять и размешивать Так, ну по ощущениям Там вроде бы все разошлось Добавляю сюда сливочное масло Теперь давай шоколадный ганаш Перейдем в пакет И его нужно охладить Специальный кондитерский кулек Да, это кулек кондитерский Его можно сделать самим Просто я так поняла, что Если охладить, а потом пытаться перелить Ничего не выйдет, потому что он будет густой Он будет густовать с ним, да И будет тяжело его переложить в кулинарный пакет Так что мы Облегчаем себе судьбу Ну все, теперь ганаш нужно охладить А ничего, что он там вот так провалился? Нет Так, все, это в холодильник На сколько примерно? Ну, ненадолго, потому что он быстро затывает Угу, вставь Хоть что-нибудь сделай сама, пожалуйста У нас яйца комнатной температуры У нас яйца? У нас яйца Яйца должны быть комнатной температуры Потому что в комнатной температуре белки лучше взбиваются И большие Да, категория S0 Сейчас будем взбивать белки И параллельно готовить сахарный сироп Так И давай подготовим еще оранжевый пищевый краситель Смотри, ганаш у нас в холодильнике Ага И теперь готовим самую важную часть макароны Половинки Давай начнем с сиропа Угу Нам нужна вода и сахар Сначала наливай воду, а потом сахар Хорошо На огонь Угу Держи термометр Никогда я не пользовалась Смотри, как только у нас температура покажет 110 градусов Мы начнем взбивать белки на небольшой скорости Угу Мы должны взбить такую воздушную белую пену Угу После этого мы дождемся, когда температура будет у сиропа 118 градусов И будем добавлять, делать меренгу Класс Класс Сироп уже начал кипеть И можно начинать взбивать белок До таких густых белых пиков На какой скорости? Сначала на первой, а потом увеличивая скорость до максимальной Угу Смотри, какая она красивая Пипки Сейчас у нас начинается такой важный процесс Мы будем перемешивать меренгу с сухими ингредиентами И нужно будет делать такими вот круговыми движениями Угу Да, нужна консистенция А чтобы узнать, правильно ли она Нужно будет проверять лопаткой Ты когда проверяешь лопатку, то эта смесь должна стекать такой лентой Угу То есть, главное, не перемешать эту смесь И не домешать И не домешать Потому что у нас тогда будут такие пики образовываться на макарушках Если бы лучше добавить на этапе взбивания белков Но мы забыли Да, забыли, поэтому добавим сейчас Давай Ленточка, видишь, падает Да, достаточно Лучше использовать круглую насадку Которая, ну, диаметром, наверное, около 8 мм Очень и очень ровненьким и хорошим получается А сейчас я его сюда буду выкладывать, а они не будут вытекать? Будут, поэтому смотри, такой лайфхак Так переворачиваешь Опа Хочешь, я тебе немножко помогу? Ты устала, наверное, нужно Очень Конечно Но с той стороны это удобнее Мне кажется, дело чем Да А теперь нам потребуется два противня А духовку надо было заранее включить? Смотри, нет Мы сначала отсадим макарончики И подождем, пока они засохнут сверху Они должны немножко засохнуть, чтобы образовалась эта юбочка Если мы поставим сейчас в духовку их, то они не выйдут такими красивыми Понятно Если вдруг какие-то пеки образовываются, то просто нужно немножечко бросить противень Прямо взрыв Да, и лишний воздух, и форма более-менее вырубнится Ничего себе Хочешь бросить? Нет Я боюсь Сейчас, сейчас объясню Теперь, если буду слышать такие звуки, я буду знать, что кто-то готовит макароны Теперь нам нужно, чтобы они подсохли На это обычно уходит минут 30-40, в зависимости от того, какой воздух помещений Больше сказала немножко, я подумала про 5-7 минут А в это время можно попить чай или кофе? Мы попьем кофе, только отмоем турку от карамели Ну что, Лиз, попробуешь? Они должны быть не очень липкие, я так понимаю Вот если я легонечко прикоснулся к верхушке, они не должны прилипнуть к тебе Вот этот с дырочкой Нет, не прилип Ну все, значит он подсох И макароны можно отправлять в духовку Предварительно разогреваем ее до 200 градусов Как только мы поставим в духовку макароны, сразу же убавляем температуры до 140 градусов А, и то есть они там просто, получается, остывают до эти 140 Такой перепад температуры обеспечивает им юбочку То есть она должна появиться И в духовке макароны должны находиться 10-11 минут Смотри, Лиз, пока мы их не снимаем, они должны остыть И после этого их аккуратненько можно будет снять с противня А это вот то, что юбочка, это вот такой контур, который получился пузырчатый Это и есть юбочка То есть у нас получились как надо Да Да, 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 очень В перерыве, пока это все готовилось, Оля рассказала очень интересную историю о том, как образуется юбочка у макарон И почему они иногда взрываются Оказывается, вот эта постелка должна быть очень гладкая Чтобы шапочке макарона невозможно было прицепиться за нее Да, если она сцепится в момент, когда ты ставишь в духовку, то тогда жару некуда будет выходить И он выйдет через верх, и это все разорвется А юбочка, как я сказала, образуется в тот момент, когда воздух горячий начинает выходить за пределы шапочки И как раз выходит, спасибо, Ники, выходит снизу Такой тихий пес туда Полностью согласна Да, в общем, горячий воздух выходит снизу И получается вот Как у Мелин Монро Да, да 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 Вот Теперь мне макарон нравится еще больше пустых штыр Мы сейчас ищем пары Подвинься А, пардон Шапочка и попочка То есть низ и верх Держи Кем боюсь? Я все что Попробуй так интересно Просто делай буковку Ожерную Не прям к центру А вот чуть-чуть отступить У меня же руки дрожат Кстати, макароны нужно хранить в закрытой упаковке обязательно в холодильнике И срок хранения у них приблизительно 3-4 дня Ну, можно заморозить Как правило, они так много не лежат А, не лежат? Оля, а если их готовить не в таком виде апельсиново-шоколадный, а какие-нибудь клубнично-сливочные Там тоже будет крем с ганашем только из белого шоколада? Да, можно заменить черный шоколад белым И можно вообще использовать начинку не шоколада, а, например, какой-то густой крем Сливочный, масляный крем Да? Да, я делала с моряной сгущенкой Тоже очень вкусно получается Оль, спасибо тебе большое, что ты научила и меня, и всех, кто нас смотрит готовить макароны Мы отправляемся пить чай Обязательно зайдите, Коля, на канал, ARCAKE, правильно? Да, посмотрите, там еще очень много всего сладкого и очень вкусного Лиз, ну ты скажи, просто? Просто, на самом деле просто Это глаза боятся, а руки делают Обязательно пробуйте, у вас все получится Пока Пока-пока Давай уже съедим что-нибудь Я вот этот, который я переборщила с ганашом Кривульку Кривульку Ну съешь кривульку А ты сама не будешь, да, правда? А я хочу, чтобы ты первая была Хрустит? Ммм 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 Бомба Он такой сильно апельсиновый Такое ощущение, что он самый апельсиновый Расскажи, что хрустит, а что не хрустит Хрустит шапочка, не хрустит серцевинка Ну как и должно быть И очень много миндаля, очень вкусно Очень-очень вкусно Ммм 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 Действительно такие апельсиново-ароматные Очень А всего это все на родного причина Пишите в комментариях, какие вкусы макарон вы пробовали Может быть есть что-то совсем необычное И мы это попробуем приготовить Музыка 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 Всем огромный привет, с вами Оля И сегодня мы приготовим торт Медовик Музыка 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 Продолжение следует...